Субтитры создавал DimaTorzok в виде последовательности разбиваются на блоки x1, xr, xr, x2r, 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 x2r и так далее то есть блок будет разбиваться в шипертексте так же будет представляться в виде последовательных символов из того же алфавита и тоже разбиваться на блоки у R R D 1, четыре два R, Л Ф и у два цвета кресте αg Ну и так же, как и шифрья L здесь простая подстановка а именно подстановка R-граммы открытого текста в R-грамму шифр текста. Здесь, соответственно, вторая R-грамма точно таким же способом открытого текста заменяется на R-грамму шифр текста. И причем этот способ замены одинаковый для каждого R-грамма. Теперь давайте посмотрим сам способ замены, как это происходит. Секретный ключ. Матрица. R на R. Матрица. Матрица. Матрица с элементами. Матрица. Элементами. Матрица. Матрица. И. З. Матрица. И R вектор. R вектор, соответственно, из R в степени R. Давайте обозначим это как следующим образом, это будет K, B, давайте не K, B, а обозначим A, B, ну и это все у нас секретные ключи. Ну, A, это у нас матрица будет, A и, скажи, по этой единице то 0. 0, то M не соединится, ну и B вектор, соответственно. В это будет вектор, B1, B2 и так далее, B2 и B1. Ну, где B принадлежат ZT. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ладно, вы записали, что вы что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мамы, чтобы вы знали, что такое быть золотом. Зато доска высохла. Ну, давайте здесь писать. Будем справа налево, как когда-то писали, да? И сейчас твои книги пишут. Ну, и как теперь проходит процесс зашифрования? Обозначим. Обозначим. Х1. Это у нас будет просто биграмма вот такая. То есть не биграмма, а R-грамма первая. Первая R-грамма. Ну, а Y1, как и раньше нам обозначали, тоже будет первая R-грамма шифрованного текста. Ну, и теперь тут у нас не как раньше, а тут действительно XI ZN. И это мы уже будем рассматривать как кольцо чисел. Т.е. с вычислениями по модулю M. И так. За шифрование. Да. Секретный ключ. Я не сказал еще. Б. И здесь. К. Существует обратная матрица. обратная матрица А в минус первой в конце ZN. Н. Ну, и тут давайте мы сформулируем такое утверждение. Утверждение. Для того, чтобы существовала обратная матрица. для существования А в минус первой в конце ZN. Н. 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 Давайте обозначать всего более коротко. Был взаимно прост с М. Был взаимно простым с М. Ну, то есть определитель А, М вл. Вл. Утверждение 2. Если М простое, то, соответственно, ЗМ можно рассматривать как простое поле. И существует А, М вл. Ну, тогда и только тогда, когда определитель А не равнирует. Ну, и, естественно, мощность ключевого пространства здесь большая. Надо посчитать число несобственных обратимых матриц. Ну, это считается. Конечно, для поля просто. Если поле вообще будет у нас состоять из двух элементов, то есть здесь будет, скажем, последовательность нулей и единиц. То не особенных матриц, и матриц, для которых существует обратная матрица, их у нас будет примерно треть от всех возможных матриц. Ну, если это двоичная будет, то у всех возможных матриц будет 2 в степени n квадрата. Ну, и треть из них будет примерно треть. Там немножко меньше. Интересно, что это число будет близко к е, но отличаться от е числа. Вот. Клинт будет, соответственно, примерно треть. Ну, похоже, достаточно, иначе говоря, хочу сказать, будет матриц, которая для этого существует обратно. Ну, и когда они уже у нас выбраны в качестве ключа, то зашифрование, расшифрование делается очень просто, так, почти как в общинной л-грамме замены. А именно, зашифрование, зашифрование первого блока, первого блока, x1. Получается следующее. Получается следующее. У нас будет равен. А помножить на x1 плюс b. Ну, где вычисления, соответственно, в кольце или в более. Где вычисления? Расшифрование. Происходит, естественно, обратным образом, то есть мы умножаем на обратную матрицу, получим, то есть х первое, то есть когда у нас расшифрование, что задан ширпоспект, мы его разбиваем на такие блоки по этому символу. И, значит, каждый символ, каждый блок, это у нас будет элемент нового пространства. Вот, и х равняется иже, соответственно, 1, минус b. Так, ну и здесь у нас будет со стороны здесь а-1. Ну, понятно, что здесь, хотя так же, как и в активной подстановке, обратная матрица легко считается по прямой. Это один и тот же ключ, шифрование и расшифрование, хотя формально не разное, но они так совершенно легко получаются друг на друг, через друг, считаются одним ключом. Другая ситуация будет в асимметричной трехографии. Там, соответственно, если два разных ключа, то из открытого ключа получить открытого ключа, который используется для зашифрования, получить другой ключ, который будет использоваться для расшифрования, невозможно. То есть это один и тот же ключ. Ну, аналогично, аналогично, соответственно, шифрование и расшифрование других n-блоков. Шифрование и расшифрование, 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 и, дорогие, эхран, блоков. Ну, шифр хила. Ну, может быть, вы на практическом посчитаете мощность ключевого пространства для разных n, какие будут. Ну, конечно, если m кольцо, там более сложно. Ну, а когда n будет простое число, из этого не будет, то довольно просто считается, сколько существует рабочий матрос. Вот это мы с вами рассмотрели, так сказать, наиболее часто использующие типы шифров, блочных шифров простой замены, где расширяется алфавит, в котором осуществляется замена. Другой тип шифров, которые, так скажем, обобщают и усложняют шифр простой алфавит. Ну, а алфавитность замены – это поле алфавитных шифров. Поле алфавитных шифров. Поле алфавитных шифров. А WoW Открыли текст. Открыли текст. который, как и ранее, у нас будет символом из того же алфавита. Хотя это, конечно, не принципиально, он может быть из-за рвов, как это в классической пентагарме делать, из того же алфавита. То есть и стиль, который приближает, поставит для символов, и жиль также приближает к тому же самому алфавиту из-за символов. Теперь секретный ключ здесь. Секретный ключ. Это у нас уже будет не одна подстановка на алфавите, как в моноалфавитном шипе, а последовательную подстановку. Это будет последовательный установок P1, P2 и так далее Pn. Это обстановка на алфавите, то есть реекция на алфавите. Остановка. Ну, подчеркнула екция на ZM. Ну, и таким образом, в общем случае, и, собственно, в общем случае, в общем случае, мощность ключевого пространства здесь у нас будет уже равняться. М факториал. Это столько у нас различных подстановок, ну, включая, конечно, и торжественные, может еще не очень хорошие, но и, конечно, это мало каких подстановок. Ну, и каждая подстановка может быть на каждом шаре другой. Выбрана независимая сеть, то это вот получится такое общее движение. Вот. Ну, и теперь уже это как бы другой путь усложнения шифров простой замены. Если в случае орехталограммной замены, там расширялся, конечно, и дешевое пространство, ну, и взялся вообще несосотный анализ из-за того, что очень большой алфавит. Ну, скажем, если возьмем, мы дальше будем смотреть, современные шифры, которые делятся на блочные и поточные, то блочные шифры – это фактически замена в алфавите в очень большом алфавите. А если взять стандартные, допустим, шифры, которые на Украине используются, ну, ДС-1, которые вы будете смотреть, и ГОС-2800 Старксиль – стандарт. ГОС-2800 Старксиль – стандарт. Ну, он еще все равно остается стандартом, теперь еще у нас новый стандарт – ГОС-2800 Старксиль. ГОС-2600, то есть 64 бита блок одной, то есть последовательность номер единиц. Его нужно рассматривать в целом, преобразование ДС и ГОС-2800 Старксиль – как замену на алфавите, состоящем из 2 в 64 степени символов алфавита, то есть такой огромный алфавит, что когда будет идти передача, вероятность того, что буква вообще повторится почти ноль равна, если специально выбирать такие шифры, тексты такие. И это означает, что частотный анализ там практически не работает. Другие методы будут для одного использоваться. Так, ну и все-таки, как же, конечно, использовать такой огромный ключ? Статистической картографии было сложно, и поэтому тут выделялись два таких класса. А именно шифры так называемого коблического гомирования и модульного гомирования. Давайте рассмотрим более простой шифр, шифр модульного гомирования. Модульного гомирования. Значит, в модульном гомировании подстановки все очень простые. Для подстановки, собственно, Цезаря. Ну, что служило тут секретным лицом? Ну, на исторических шифрах мы посмотрим отдельно. Ну, давайте пока скажем так. Принцип модульного гомирования. Принцип модульного гомирования. Принцип модульного гомирования. x1, x2 и так далее, xn. Ну и xp принадлежит zn. И шифрованный статор у нас будет представляться в виде последовательности y1, y2, yn, где yg также принадлежит zn. То есть имеется алфавит. Открытый текст представлен в этом алфавите, и шифрованный тоже будет представлен в этом алфавите. И открытые шифрованные тексты имеют одну и ту же длину. Ключ из секретного ключа k вырабатывается вот такая последовательность, которая называется, кстати, правда это в отечественной криптографии, в западной, по-моему, так и называется. Называется гамма. Так было и в отечественной криптографии, тогда еще закрытой, обозначать последовательным ферическим путь гамма, и так, видимо, из-за этого и пошло редко все названия. И, собственно, пока мы не будем говорить, как именно эта последовательность вырабатывается из ключа, но это, кстати, тоже принцип самых распространенных потоковых шифров, где происходит модульное гаммирование. Давайте сразу посмотрим, как проходит зашифрование. хотя бы сегодня шифрование. Соответственно, для любого для любого и для любого и от единицы до сетки у и получается в результате х плюс само и по модулю м. Мне напоминает, что мы все из алфавитов вставляем из числа, то есть это 0, и до м-1. то есть это числа, и мы по модулю можем это рассчитать. Ну, раз шифрование. Раз шифрование. Раз шифрование. Раз шифрование. Ну, это логично. Когда задан шифрованный текст, то для любого, опять же, и от единицы до ряда, из шифрованного текста получается открытый текст. Естественно, каким образом? Y и минус д и все это по модулю по модулю . Вот, соответственно, процесс расшифрован. Это называется модуль . Ну, давайте в следующий раз мы посмотрим, какие-то геометрические шифры используются. вы уже, собственно, практически посмотрели. Ну, самый известный конечно шифр инженера, шифр с адречом, шифр с берущей строкой. и вот я подчеркнул, что модульная вот такая более адвократная шифра это еще один путь создания вот столь в целом шифров и у нас будет вот суббота будет будет так что все идем в субботу посмотрим дальше мы посмотрим дальше давайте подойдите к